Долг памяти отдают сотрудники Росгвардии своим коллегам, погибшим при выполнении служебного долга. Одноименная акция прошла сегодня в Тольятти. Там вспоминали нашего земляка, каваляру Ордена Мужества Юрия Лабутина, героически погибшего во время спецоперации в Дагестане. Юрий Лабутин успел прожить всего 30 лет. Скупые строки служебной биографии родился, служил в погранвойсках, поступил в ОМОН. При исполнении служебного долга геройски погиб на Кавказе. Мать Юрия, вспоминая о сыне, говорит, он всегда хотел служить. Как он говорил, я мужчина, я должен пройти эту школу военную. Он служил на Дальнем Востоке пограничниками. Потом, значит, после армии он пришел, ну и вот он так и все-таки пошел в ОМОН. Когда общались с близкими Юрия, просили их рассказать, каким он им запомнился, чаще всего слышали всего одно слово – надежный. Учителя называют его душой класса. Он не был лидером, он был добрым, в меру озорным. Немного хулиганистым, но неизменно приветливым. И главное, говорят в школе, на него можно было положиться. Просто потому, что все знали – Юра не подведет. Почему-то я, вы знаете, даже не удивилась, когда узнала о его подвиге, потому что, ну вот это было изначально в нем заложено. Открытость, доброта, желание помочь всем и быть настоящим патриотом, выполнить свой долг до конца. Вспоминая Юрия, его сослуживцы, привыкшие к опасности бойцы Росгвардии, не могут скрыть эмоций. Мой друг, с которым мы постоянно общались, то есть мой друг, мне кажется, этим все сказано, это был в первую очередь фанат своего дела, который очень любил свою работу. У него было к этому призвание, относился всегда ответственно, очень любил, скажем так, свое дело, тем, чем занимался. Это в первую очередь. В вторую очередь это был очень хороший друг, именно друг, то есть который всегда поможет, не оставит в беде. Можно было позвонить ночью и сказать, мне нужна твоя помощь, и он обязательно приедет. Плохого про такого человека вообще нельзя, абсолютно ничего сказать. Службу свою очень достойно нес и сделал все, что от него требовалось в данной ситуации. В той данной ситуации спас конкретно там не одну жизнь, грубо говоря. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя, сказано в Евангелии. Именно так поступил Юра, погибнув сам, спас сослуживцев от гибели. И однополчане не забывают об этом. На его могиле всегда свежие цветы. Росгвардия помогает родным Юрия, маме, вдове и дочери. В этом году в рамках благотворительной акции «Долг памяти» семья Лабутиных отправится отдыхать на Черное море. Николай Козлов, Александр Каракулько. Новости губернии. Тольятти.